Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. И так сказать, короткий пересказ событий прошедшей недели. И сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что пел в хоре. Об этом он рассказал на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а передает ТАСС. По его словам, это было еще во время учебы. Я тоже пел, но вовремя ушел, признался премьер. Ой-вей, он еще и поет. Вовремя ушел и, видимо, именно с тех пор появилась поговорка «медведь на ухо наступил». Своевременным уходом он спас тот хор, да и вообще, в частности, все хоровое искусство. Но со временем, растеряв полезный дар вовремя уходить, короче, Россию он так и не спасет. Ну, хоть хору повезло. Дальше. «Министр культуры Владимир Мединский впервые прокомментировал уголовное дело против бывшего доцента СПБГУ Олега Соколова. Раньше спрашивали все про Джокера, а теперь про Олега Соколова. Знаете, так и хочется ответить. Если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?» Заявил Мединский. Ну что ты, черт побери, такое несешь? Ну, знаете, надо срочно продать Соколова DC или Марвел. Зашибись, злодей, для комиксов. Да и костюм выдумывать не надо. И имя. Зовите его просто Сир. О боже, что он несет. Вы понимаете весь этот пердец? Министр культуры реально сравнил вымышленного персонажа с реальным душегубом. Ну, тогда вопрос, а с хрена ли ему Джокер не нравится? У него же Кент психопат. Между Джокером и Соколовым связи ровно столько же, сколько между культурой и Мединским. Ну, хорошо, если следовать его железобетонной логике, то если вам нравится мультфильм Чиполина, то почему вам не нравится наше правительство? Если вам так нравится «Не знака на луне», то почему вам не нравится Рогозин? Если вам нравится фильм «Побег из Шаушенка», то почему вам не нравится сидеть в тюряге по несправедливому обвинению? Если вам так нравится «Спанч Боб», почему вам не нравится проживать на дне? В смысле, океана. Если вам нравится фильм «Ганнибал» с Энтони Хопкинсом в главной роли, то почему вам не нравятся «Каннибалы»? Ну и последние два важных пункта. Если Минкульту так нравится спонсировать говнофильмы, то почему им не нравится жрать говно? И если вам нравится фильм «Тупой еще тупее», то почему вам не нравится «Мединский»? Дальше. А в Кемеровской области на активисты завели дело о пропагане нацизма. А поводом для административного дела стал скриншот из сюжета федерального телеканала «Флэшмоби», организованный при поддержке Министерства образования, который прошел три года назад в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос. Скриншот активист опубликовал на своей странице в ВКонтакте. После у него начались проблемы. Стражи порядка и эксперты посчитали, что цифры 55 при определенном ракурсе похожи на нацистскую символику. В конечном итоге Калтанский районный суд в Кемеровской области прекратил дело против активистов в связи с отсутствием состава правонарушения. Суд пришел к выводу, что на фото все-таки изображены цифры 55. 55-летние именинники в России напряглись. Надо бы 55-й выпуск «Мауншу» удалить от греха подальше. Такими темпами я начинаю переживать за своего соседа с инициалами СС. Ну, Семен Сергеевич. Закрой, как мне хрен делать, такими-то темпами шизофрении. Теперь при счете нужно с 54 перескакивать сразу на 56. И больше 54 лайков не ставьте. Мы скоро перестанем смеяться над анекдотами, ибо будем считать их новостями. Было бы эпично, если бы этот активист начал доказывать в суде, что свастика выглядит не так, при этом рисуя в зале суда изображение настоящей свастики, чтобы показать, как она выглядит на самом деле. И его бы повязали за демонстрацию свастики и в зале суда. Да, все плохо, если видят свастику там, где ее нет. Ну, хоть судья нормальный оказался. Кстати, а почему не показывают тех следователей, которые такой хренью страдают? Россияне, не добавившие себе в закладке сайт культура.рф, не могут назвать себя культурными людьми, считает министр культуры России Владимир Мединский. У кого до сих пор в закладках нет сайта культура.рф, тот не может называть себя культурным человеком. По крайней мере, в России, сказал министр культуры. Го! Перепись в комментах некультурных людей, а? Первый. Пишите. Как видите, Мединский продолжает исполнять свою сюиту номер 6. Мединский делает закладки без регистрации и смс. Специалист по закладкам. Походу, у Мединского есть много закладок, раз делать такие заявления. Кладмен, так сказать, еще один супергерой. Неплохо бы смотрелись в фильме с Соколовым. Сир и Кладмен. Да, кто не смотрит российские фильмы, тот не разбирается в кинематографе. Люди, не добавившие себе в закладки сайта МВД, не могут называть себя законопослушными. А не добавившие себе в закладки сайт кремль.ру, могут называть себя агентами госдепа и врагами народа. Ты можешь слушать Баха и читать классиков, но тебе не стать культурным без сайта культура.рф. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не согласен с «Гидромедцентром», что предстоящая зима в России будет теплой, розовой. В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе-марте 2020 года, по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой. На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется. А что там Министерство культуры насчет погоды говорит? «Газпром против Гидромедцентра. Битва гигантов. Не ссорьтесь, господа. Предлагаю лучший вариант, который работает всегда. А именно вернуться к этой теме в мае». Да, еще один синоптик. Только его в ванговании насчет погоды нам не хватало. Наверное, Миллер увидел, как чукчи и дрова готовят. А это знак. Так, на полставки Гидромедцентр устроился. Ну, лишние пару лямов в день не помешают. Я не понял, у «Газпрома» есть своя собственная сеть метеостанций? Или в «Газпроме» есть целый отдел, задачей которой является молиться, чтобы зима в Европе и России была холодной? Россияне, а вы как думаете, зима будет розовая или холодная? Кузбасс может не отвечать. У них зима всегда черная. Дальше. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровость, так сказать, чужие странности. Поехали. В лесу итальянского региона Тоскана дикие кабаны разорили тайник с кокаином на сумму в 20 тысяч евро. Как сообщает Daily Mail, кабаны разграбили тайник в тот момент, когда правоохранительные органы Италии проводили спецоперацию по поимке наркотоковцев. Полиция узнала об ограблении при помощи прослушивания телефонного разговора гангстеров, которые жаловались на то, что их кокаин украли диких свиней. Свиненок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал. Вот же ж свиньи грязь везде найдут. Ну, как говорится, акуна матата твою мать. Кто они? Дон Кабане? Пабло Кабане? Кабано Эскобар? Фото, видимо, с места событий. Поросятки так зачетно провожают уходящий 2019 год кабана. Офигенно отметили. Обдолбались до поросячьего визга и турбированные по лесу бегали. Медведь был в шоке и прятался в своей берлоге. А эти, продолжая поступать по-свински, видимо, захотели свинюшек с Блэк Джеком. А поймал их в итоге, наверное, вот этот мент Кабан. Те ему так и сказали. Ты не Кабан! Ты волк позорный, падла! И хорошо, что поймали, а то урожай Димона могли растоптать на радостях в Тоскане. Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок США своим союзникам, пишет The National Interest. Ну, про худший кошмар мы поняли. А что там с лучшим кошмаром? Какие еще кошмары бывают? Элегантный кошмар, веселый кошмар, сногсшибательный. Легкость, с которой западные страны говорят о ядерной заварушке, подразумевает, что они живут на другой планете. А наше руководство, послушаешь, так вообще уже в раю живут. Ну, если фантазировать, так фантазировать. А если Россия продаст ядерные ракеты Северной Кореи, Кубе, Ирану, что так лучше, что ли, будет? Давайте закошмарим друг друга. Давайте кошмарить друг друга полностью. А так, одной стране США уже продали джавелины, но трогать их запретили. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал голландские высоты израильской территории. Отвечая на вопрос о поддержке США аннексии Израилем голландских высот и одновременной критике российской аннексии на Украине, он заявил об очевидной разной ситуации. Ситуация очевидно разная. «Мы просто признали реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте», сказал он. Глава американской дипломатии отметил, что есть набор международных норм и понятий, и есть фактические обстоятельства, которые им противоречат. И там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их. Какой же он двуликий анус? Эй, правильно, Янус. Но в данном случае можно и так, как ты сказал. «Мы просто признали реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте». Если не знать, о чем разговор, то я подумал, что он говорит про Крым. Разница лишь в том, что Израиль их союзник, а Россия нет. Вот и все американские фактические обстоятельства. Поэтому Помпео ответил, как это обычно делают пиндосы. «Потому что? Потому». И не ищите логику. В этом мире уже давно работает правило «Кто сильнее, тот и прав». Мне искренне жаль людей, которые все еще продолжают верить в демократию и в международное право. В данном случае его патрон шевелюрный куда честнее. Так и говорит прямо, что США признают любую фигню в мире, которая ей выгодна. И плевать им на какое-то сранное право. Россия в нейтральных водах Черного моря передала незалежные три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте МИД России. Там добавили, что это стало возможным, так как российские органы завершили необходимые следственные действия в рамках уголовного разбирательства. 15 ноября стало известно, что Москва решила вернуть Киеву корабли до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря. Эээ, простите, а где наши захваченные суда, которые даже выставлены на продажу? Я про Сейнер Норт и про танкер Механик Погодин. Ну да ладно, ерунда, мелочь какие-то. Порадуемся лучше за наших сусидов. У шумеров вновь появился флот, а то 100-500 адмиралов сидели и скучали. Вот теперь боеспособность их ВМФ возросла в три раза. Украина снова великая морская держава, и теперь им снова можно праздновать день ВМФ. Негоже было морской державе быть без кораблей. Ну вот, непобедимая армада линкоров и эсминцев в сборе. Теперь контроль над Черным морем утерян. А так, моряки, конечно, сделали то, что никому не удавалось. Организовали поход кораблей из Одессы в Лефортово, потом на самолете из Лефортово в Киев, оставив корабли, а потом корабли без экипажа, видимо, с пультом дистанционного управления, добрались до Одессы. Все это, конечно, хорошо. Только вот где наши корабли? В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация, готовящаяся о выпусках, ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки. Дорогие мои, берегите себя. Дорогие мои, берегите себя.